Ребята, здравствуйте. Российские операционные системы. Как же много абсурдности в том, что мы слышим, да? Хотя, по сути, не важно, где ты родился. Главное, чтобы у тебя руки жопы не росли. Зачастую не у каждого русского, воистину русского человека, будут руки из правильного места. И поэтому, как мы все знаем, на нашем опыте, то, что мы делаем взоры на операционные системы, мы не раз смотрели на каждую операционную систему. Поэтому давайте поговорим от лучших к худшим российским операционным системам. И пробежимся по нашим, скажем так, мнениям, которые уже успели сложиться. Зорин Уэс. Операционная система, которая сделана двумя братьями. Кирилл и Артем Зорины. Сами они живут за бугром. По-моему, где-то в Исландии или в Ирландии. Ну, короче, чуваки правильно все сделали. Они разработали операционную систему, которая внешне похожа на винду, но при этом выглядит уникально. Чуваки просто молодцы. Они сделали хороший линукс для начинающих. Для тех, кому просто нужно срочно пересесть с винды. И нужно по-быстрому освоить линукс. Зорин вполне неплохо. Помогает это сделать. Также мы знаем про такой проект, как РОСА. РОСА это операционная система, которая разрабатывалась, ну, вполне серьезной компанией. По-моему, даже не без помощи правительства, если, ну, те источники, которые я читал, не пиздели. Но я не буду давать подробности, так это или нет, это не мои слова. Но РОСА разрабатывалась вполне серьезными людьми. И, в целом, выбор довольно интересный. То есть, да, мы понимаем, что это Мандриева, но выглядит она, ну, вполне неплохо. То есть, что-то в ней такое есть, понимаете ли? Это если смотреть на гноме. А вот если смотреть на оригинальной графической оболочке у РОСА, то туда, тут пока еще есть смысл вырывать себе глаза. Дальше. Мы переходим уже к худшим операционным системам. Alex Linux. Сразу видно, что сам создатель этой операционной системы в буквальном смысле скучает всей душой по Windows XP. Но она его заебала. Но ему все равно нужен пейнт, ему нужен телек, чтобы каждый раз можно было взять и врубить Киселева. Или там двух ебучихся гепардов по нашу лунжиографику. Это в обязательном порядке оно должно быть. И вот видно вот это вот чувство ностальгии, чувство привязанности, вот русской души в Alex Linux. Оно просто вот испытывается. Там очень много софта, с которым можно было поугарать. И сама операционная система хоть и сделана, блядь, на коленке, но это было весело, ребят. И переходим к грустным моментам. Bolgen OS. Операционная система, которая мне до сих пор вызывает вопрос, как, блядь, можно было устроить вокруг нее столько хайпа. Я не понимаю, она, она пустая. Она пустая, в ней нечего смотреть. Забили бы хуй, пожалуйста. Наверное, может быть, это дело в русской натуре. То, что люди любят раздувать из мухи слона, а там даже и мухи не оказалось просто, там говном не пахнет просто. Там ничего нет. Просто не на чем уграть. Я это так могу сказать. Что ж, ребят, сегодня мы рассматриваем сайт. Да, к великому сожалению, сайт, потому что то, будет ли у нас обзор на эту операционную систему или нет, товарищи подписчики, это зависит от вас. А именно, от тех товарищей подписчиков, которые мне заказали эту операционную систему. Румпель фон Штильцхен и еще один подписчик. У меня еще один, ну, чтобы не скорблять человека, я лучше перейду и посмотрю, как тебя зовут, чтобы ты не обижался. Иван Иванов, наконец у тебя появилась аватарка, чувак. В общем, ребята, если вы хотите, чтобы был обзор, мне нужен ISO файл, мне нужен образ диска. И тогда, говно, вопрос, я все сделал, потому что на самом сайте я не могу на этом найти. Но, ребята, давайте теперь посмотрим на сайт. В первую очередь, ребят, мне и мата в сторону этого сайта проронить не хочется. Он выполнен волшебно. Просто на заметку всем разработчикам операционных систем, кто разрабатывает операционные системы, ваш сайт должен выглядеть именно вот так. И именно подобным образом. Если ваш сайт операционной системы выглядит не так, то жрите говно. Это означает, что вы делаете очень хуевую антирекламу для своего сайта. Здесь же компания Альфа Вижн сразу же видно, на дизайнера не постеснялась скупиться. Просто видно, что все выполнено в четком, строгом минимализме. Шрифт приятный. Цветов, света и теней нет. Сами цвета их в минимуме. Все выглядит аутентично. Все вполне замечательно. Правильно оформление страниц. Это мне нравится. Это то, каким каждый сайт операционной системы я бы вообще хотел видеть. Мне нравится, как он оформлен. И даже вот элементарно, давайте посмотрим, куда ведут закос наши Альфа Вижн. Давайте зайдем в раздел продукты. Альфа Буки под управлением Альфа Уэс. Альфа Мини. Чувство дежавю уже пробирается, да? Также Альфа Топы. Ох, блядь, это что-то новое. Я этого нигде не видел, ребята. Это точно новинка, блядь. И Альфа Боксы. А вот это уже реально новинка. Вот этого я точно нигде не видел. Тут уже сразу видно. Люди буквально все схитрили там, где надо, чтобы отличиться как след. Но в целом, ребят, если без шуток, то мне нравится их задумка. Мне нравится, как выглядят боксы. Мне нравится, как выглядят их персональные решения. То есть, да, видно, что закос от Apple идет. Но то, что выполнено все в черном цвете. И мне нравится, ребят. Я доволен. Вот то, что я вижу, разует глаз. Нет, конечно, я не понимаю. Альфа Мини выглядит как говно. Apple тут будет лучше. Ясное дело, это понятно. Поэтому здесь нужно докручивать идеи с внешним видом. Но вот Альфа Бук, ребят, серьезно, без пиздежа. Мне бы хотелось оценить Альфа Бук. Реально, ощутить его эргономику. Ощутить его на ощупь. Его материал, да. Насколько качественно он должен быть сделан. Ощутить вообще, ну, приятность использования клавиатуры. Удобность тачпада. Сам экран. Ну, то есть, и цвета здесь. И болтается ли он или нет. Вот это просто все самое главное. Это вот просто все то, что я хочу оценить в Альфа Буке. Ребят, вот это мне любопытно глянуть. Серьезно. Единственное, что разочаровывает, если вот я вот правильно пробежал глазами, это те, кто делал вот эти Альфа Буки, если я правильно понимаю. Производство наших партнеров. Acer, Asus и Хули Плакать. Хули Плакать. Потому что купил и хули плакать. Серьезно. Вот эта фирма, с ней вообще нельзя иметь никаких дел. А, соответственно, я понимаю, что хреновых бракованных ноутбуков будет довольно дохуя. Asus тем более. Особенно под канун Нового Года. Или под канун распродаж. Там их будет просто завалить. Вот Acer еще можно доверить. Единственное, почему не какие-нибудь другие компании наподобие. Там, Toshiba. Или. Samsung. Ну, не знаю, что еще в голову может прийти. То есть, я бы советовал рассмотреть те компании, которые рассчитывают качеством. Раз уж есть возможность хотя бы хоть с Acer, Asus и HP договориться. Я понимаю, это вполне неплохой ход. Но все же нужно смотреть наперед. На перспективу. А, ну, сами понимаете. Короче. Заходим на сайт. Точнее, на страницу AlphaOS. Ну, и просто, ребят. Внимание. Мне кто-то в комментариях написал, что это, короче, закос под болгин Уэс. Ребята. Вы видите что-то общее между этим и этим? Между этим и вот этим. И вот этим, да? То есть, вы видите в чем-то сходство? Ребят. Вот так нужно делать сайту. А так делать не надо. Все просто. И проблема этого сайта заключается в том, что давайте посмотрим на разделы, да? Ави. AlphaVision вакансии. Ну, то есть, устройство на работу. Поддержка молодых кадров. Ценю такой жест. Пресс-центр. Поддержка AlphaViki Forum. Продукты. Мы уже посмотрели, да? На главный мы уже побывали. Теперь AlphaOS. Проблема этого раздела в одном. Где сама операционная система? Если сами... Ээээ... Сами AlphaVision хотят преподносить операционную систему вместе с компьютерами, то мне хочется их подразить с одним из вестием. Выебанутые. Потому что Linux должен быть свободным. Он должен не продаваться. Раз уж вы создаете свою операционную систему на базе ядра Linux. Другое дело, если вы ядро сами же модифицируете и делаете абсолютно другую операционную систему, которая с Linux вообще ни хуя общего не имеет. Как в свое время было разработано с Unix ядра ядро XNU, что и означает TEN из над Unix. И была разработана Mac OS, а потом OS TEN и прочее. И снова Mac OS они переименовались. Также любая операционная система, созданная для консолей, основывается на FreeBSD и полностью переписывается архитектура. Arbis OS, настоящая на PlayStation 4, вот вам наглядный пример. И любая операционная система, стоящая на нинтендовских консолях. Все очевидно. И теперь же, даже тот же Android, он базируется, не помню с чего, но по-моему с Ubuntu. Не знаю, только не кидайте с меня помидорами, пожалуйста, если не прав. Где-то я прочитал, что все же Ubuntu, потому что я загляну на свой телефон, на андроидовский, и когда я вижу модель прошивки, то там написано модель прошивки Ubuntu, так это, так это и прочее. Я с этого, мягко говоря, удивляюсь. Но все же, Android тоже базируется на Linux, и он переписан от и до. Если же вы хотите продавать, дорогие AlphaVision, хотите продавать свои компы, ваша операционная система должна очень сильно отличаться, она должна постараться в буквальном смысле. И давайте посмотрим. Alpha OS, первая российская операционная система для персонального компьютера. Уже первая логическая ошибка, которую мы видим, потому что мы знаем, что до Alpha OS были и множество других операционных систем, произведенных либо в России, либо русскими. Также отсюда есть такое пристальное внимание к стабильности работы, дизайну и эргономике. Если у меня получится, благодаря вам, дорогие подписчики, оценить эту операционную систему, то к этим трем пунктам я буду приебываться особенно охотно. Я хочу припомнить каждое слово самим разработчикам в плане того, что они наебали ли вы нас. Я просто буду обращать на это внимание. Раз уж вы пообещали, я хочу на это взглянуть. Я хочу быть уверен в этом. Alpha OS создана на Linux ядре и совместима с Ubuntu GNU Linux. При всей своей универсальности Alpha прежде всего индивидуальный инструмент. Ясное дело, что любая операционная система или даже компьютер это как зубная щетка. Это личный предмет в большей степени. Она не уступает ни дизайну, ни функциональностью, ну да, ни функциональностью другим операционным системам. Alpha OS проста и удобна. И вот это, вот эти два последних предложения, я их буду припоминать еще особенно охотно. Интерфейс выполненный с использованием знакомых элементов и принципов управления. Блять, вы поняли. Короче, управлять нормально можно. Понятен с первого клика. Это сделано для быстрого и легкого перехода на Alpha OS. А теперь давайте засмотрим внимательно сюда. Чтобы переход был быстрый, она должна быть похожа изначально на виндо. Потому что основной российский пользователь сидит на винде. Мак это слишком дорого. Alpha OS удовлетворяет своими высокими требованиями безопасности системы. А вот это уже очень серьезное заявление. Офисные графические пакеты работают со всеми популярными форматами файлов. Естественно, блять, у вас по-другому не должно получаться. Это уже обязательное правило к любой линук системе. Любая линук система должна уметь это делать. Даже больше скажу. Любая система умеет это делать. Alpha OS поддерживает более 150 тысяч приложений. В том числе и созданных для Windows. О-о-о-о, ребята. А вот это очень интересный пункт. Если в этом пункте не подразумевается, что работает все через раный плейлен линукс, то мне интересно глянуть, как они это устроили. Если это раный плейлен линукс, я так и не играю. Просто идите нахуй, вы нас наебали. И потому, мне любопытно, если они реально все это сделали, то мне хочется это увидеть, как оно самостоятельно работает на операционной системе, без всяких там эмуляторов. Аргументы в пользу перехода с Windows на AlphaOS. Теперь снова возвращаемся сюда. Товарищи AlphaVision, я вижу, откуда у вас идет замах и в какую сторону. Почему вы сравните свою операционную систему с операционной системой для нищебродов и бомжей? Вы сравниваете с Mac OS. Вот это да, это действительно королевское заявление. Так бы я действительно не удивлялся, и к тому же у вас есть в качестве подтверждения компы свои. А так нет, извините ли. Windows не производит своих компов, но Windows то выкупили AMD. Браво. Первый аргумент. Безопасность. AlphaOS построена на Linux-ядре. Это стандарт, с которым работают государственные силовые финансовые структуры, где вопросы безопасности решаются надежными... Где вопросы безопасности и надежности являются приоритетами. И все. Ни слова про антивирус Попова, ни слова про какие-нибудь особые, изощренные, новые супер-пупер-системы защиты, нет. Просто на Linux нет вирусов, если расшифровать все то, что здесь написано. На Linux нет вирусов, поэтому мы всему доверяем. Это самое тупое заблуждение, с которым я чаще всего сталкивался. Конечно, блять. Я могу, серьезно, дать этому человеку челлендж, чтобы он проверил систему на безопасность, насколько она уязвима. Он найдет у нее все просто потайные лазейки, в которые можно легко проникнуть. Второй пункт. Производительность. Нетребовательная к ресурсам AlphaOS, работая на широком диапазоне устройств, в том числе и на старых ПК, демонстрирующих под управлением чудеса производительности. Это еще одно обязательное требование к Linux-системе, к любой Linux-системе. Она должна запускаться на любом говне, да даже на планшете с архитектурой x86-x64 процессора. Да, даже там должна эта система запускаться. Естественно, этот момент должен быть приоритетным. Потому что вот первое и второе, это то, чем каждый Linux с удовольствием и чем вы нас, товарищи разработчики, не удивите. Третий пункт. Стабильность. AlphaOS можно одновременно слушать музыку, рисовать, просматривать файлы, общаться. Процессоры не мешают друг другу, система не спотыкается, не задумывается, не подвисает. Естественно, блять, снова еще одно из требований к любой Linux-системе. Также, никакой слежки. AlphaOS не сливает информацию, не передает звук и видео с веб-камерой микрофона без ведомого пользователя, как это делают другие. Ребят, давайте не скромничать. Вы здесь написали, в пользу перехода с Windows на AlphaOS. Вот давайте указывать. AlphaOS не сливает информацию, не передает звук и видео с веб-камерой микрофона без ведомого пользователя, как это делают. Windows 10 можно было указать на примере. Пожалуйста, можно это указать. Вы и так тут не стесняйтесь, черная реклама, если уже на то пошло. Не сканируйте переписку, не просматривайте историю браузера. А вот это уже пиздеж. Любой браузер всегда будет сохранять вашу историю. И просматривать ее, естественно. А вообще, сканирование и переписки, между прочим, за это отвечают сервера самих социальных сетей, которыми вы пользуетесь. В любом случае, на каждом серваке, через который передается ваше сообщение, серваков таких множество, ваше сообщение сохраняется в базе данных. И вопрос. Вы меня где, товарищи и разработчики, наебать решили? И что думаете, я не знаю, как это работает? Вполне знаю, как это работает. Но любой русский человек, а точнее, наивный россиянин, всегда боится громких и красивых слов. Здесь же этими словами можно купить. Но я не любитель харизматичных и сладкоголосых речей, поэтому идем дальше. Реальная экономия. Рабочее место управления Альфа Уэс в десятки раз дешевле аналогичное под управлением Windows. Я вижу, куда вы замахиваетесь. Можно еще приписать и Mac Уэс в том числе. Тысячи программ, созданных на Linux систем, бесплатные. Если есть у вас платные программы, то хотя бы укажите, какие. Мне было бы приятно увидеть на Linux, Photoshop и другую допускную софтину. Комфорт и эстетика. Мы стремились к тому, чтобы интерфейс Альфа Уэс был удобным и эстетичным, выполнен под использованием знакомых элементов, но понятен с первого клика. К этому пункту, вы сами понимаете, я буду приебываться чаще всего. В общем, ребят, все, что мы прочитали, это обязательное требование к любой операционной системе на Linux. К любой. Но вот с последним пунктом далеко не все справляются. Раз уж нам тут приписали то, что на старых ПК может запуститься, то, соответственно, сама операционная система, как подразумевается, и может быть распространенной свободно. То есть она может спокойно распространяться. Соответственно, жду от вас образ. Но реальная экономия, вот меня просто удивляет, в десятки раз дешевле аналогичного под управлением Windows. То есть, как бы, у нас сами Linux программы бесплатные, но за саму систему нам нужно платить. Что это, блядь, за бесплатный сыр в мышеловке, я не понимаю. Может быть, немножко наоборот сделать? Сделайте бесплатной самой операционной систему, но нужные приложения, топовые приложения, сделайте платными. Вот это более умный подход. А так, это, извините ли, это ёбань какая-то получается. Теперь приложения, предустановленные в Альфа-ОС. Офисное пространство. С Альфа-ОС есть все то, что нужно для впечатляющей работы с текстом, таблицами, презентациями, профессиональный офисный пакет, заместимый со всеми основными форматами документов. Все то, что должно быть на любой операционной системе. Понятно. Дальше. Интернет навсегда. О-о-о-о-о-о, громкое заявление. Дуэт браузера и почтового клиента, известный своей стабильностью, мы наполнили облачным хранилищем от партнерского сервиса Mail.ru, предоставляющего каждому 25 гигабайтов бесплатно. Жду не дождусь, когда я увижу в самой операционной системе MailSputnik, Яндекс.Бар, Яндекс.Браузер И какую-нибудь еще шляпу Серьезно Вот это пиздец Этот пункт, мне кажется, даже страшный Только потому, что здесь надпись Mail.ru Было бы что-нибудь другое, я бы не так всем испугался Свобода творчества Понятно, любой графический редактор, который должен быть Общение в удовольствие, мессенджеры, понятно, ясно, пойду, посру Личное пространство То, что у нас должны запускаться музыка, видео и прочее Любая операционная система у нас должна это уметь делать А вот теперь внимание Все вот эти пять пунктов забудьте, это все херня А вот этот пункт довольно интересный Плюс Windows AlphaOS позволяет пользоваться программным обеспечением Написанным для Windows без установки самой Windows Тысячи популярных программ, сотни популярных игр Ловлю на слове Если это не Vine и не PlayOnLinux Мне любопытно будет посмотреть Если же в противном случае это Vine и PlayOnLinux Идите нахуй Все Галерея скриншотов 9 скриншотов Ну вполне хватает нам для того, чтобы оценить внешне, как выглядит операционная система Что ж, первый слайд Выглядит вполне интересно, ребят Единственное Мне хочется прикопаться сразу же к одному Я даже с таким размером вижу абсолютно все Не знаю, можно ли увеличить Нет, нельзя Ребят Обращаюсь сейчас к самим разработчикам AlphaOS Дорогие AlphaVision Обратите внимание, пожалуйста, на оформление своего сайта Минимализм Правильная эстетика Баланс между всем Вот просто он хорошо соблюден Вы идеально оформили свой сайт У вас нет ни света, ни теней, ничего Мне это нравится Один вопрос, пожалуйста, ответьте мне Я не понимаю одного Почему у вас сама операционная система Немножко не соответствует внешнему виду вашего сайта Причина Хорошо, второй слайд Открываем Как мы видим по оформлению любых папок Открытых программ и прочему Ну, наглядный пример, да, на Утилус И настройки У вас есть свет и тени Которые, как бы, намекают Здравствуйте, 2007 год Да, конечно, вы проявили инициативу в плане прозрачности Молодцы, ценю Это, конечно же, хорошо Но ваш устаревший шрифт Который вы используете здесь, да Вот просто здесь вот можно разглядеть И вот здесь еще можно разглядеть А также оформление по темам самих файловых менеджеров Настройки программ Это косяк Поэтому, дорогие Альфа-Вижн, пожалуйста, исправляйте Это просто, ну, в рамки никакие идет с крутостью вашего сайта Ваш сайт очень хорош, очень красив, очень крут Доведите и систему до такого же уровня Мне хочется верить, что вы не подкачаете Что ж, возвращаемся к нашим баранам А, это облака Ну, не важно В целом Мы видим Очень знакомый нам интерфейс И нет Не будет тупой и очевидной мысли Про OS X или Mac OS Сейчас уже актуально называть ее обратно Mac OS Но, ребят, на Elementor OS это что-то как-то очень сильно похоже Не находите? А я лично нахожу Очень сильно похоже на Elementor OS А потом придирок к этой операционной системе у меня будет больше Я, естественно, буду рассматривать внешний вид Я буду рассматривать ее внутреннюю составляющую Количество программ Работа способности в интернете И, естественно, откуда нам все качать Все это посмотрю А также еще дополнительный пункт Работа способности с Windows приложениями Это я учту просто вот Как самый главный приоритетный момент Сама операционная система просто идеально подходит Для просмотра фильма «Бриллиантовая рука» Ну, якобы ничего против не имею Кстати, какая божественная картинка Это что, Blu-ray 4K, что ли, «Бриллиантовая рука»? Я бы не отказался в таком бы качестве посмотреть эту картину Но самое главное в чем Сам медиаплеер отвратителен Точнее, не то, что подтвратителен Но в нем нет ничего нового На момент 2016 года, как мы сейчас это все смотрим Также Ну, если посмотреть на сами значки На сами релочки То вот они выглядят вполне неплохо Мне нравится оформление самих значков Минимализм все же чувствуется С текстом подкачали Вот просто реально Товарищи разработчики Возьмите текст из своего сайта Вот это вот оформление Вот этот шрифт И перенесите его на операционную систему Прошу вас Серьезно Кто-то может сказать, что я сам это должен делать Нет, нихуя Раз уж такой размах Это должно быть сделано уже за меня Точка Не ебет Никакой пощады Настройки, как мы видим Ну, вполне базовые, стандартные Как я понимаю Сама операционная система Базируется у нас Ну, на ядре Ubuntu, что ли Как я понимаю Так, дальше В целом мы имеем вполне неплохой Открыватель картинок Читатель PDF-ов И Rhythmbox По-моему, это он Также у нас Ооо, тайная реклама Скрытая реклама Flyer, MTS И прочих PowerPoint Word, Excel Все есть Спасибо Дальше Редакторы Изображений Пожалуйста Есть Это, по-моему, 3D Графика была, да? Я угадал? Нет, по-моему, не угадал Так, не важно Так, это у нас Что за слайд? Маленький Мальчик Скинхед И Поможем сделать их Жизнь счастливее Ну Че, во славу солнца Что можно сказать еще? Ээээ Я не мог не подъебать Этот момент Как говорится У меня всегда Чувство ностальгии Просыпается Эээ Вот Так же Counter-Strike Source У нас открыть Да, Сурсец Че у нас Играет сам Разраб Сурсец Dave Defeat Deus Ex Эээ Даже можно Где-то вот Здесь прочитать Логин Самого человека Ребят Эээ Зайдите Я оставлю ссылку На этот сайт Вы зайдите Вы можете Разглядеть Саму картинку И прочитать Логин Эээ Просто в стиме Может быть Вы найдете Создателя сайта Ребят Может быть Это будет не проблема Короче Deus Ex Half-Life Понятно Сам Разраб Который оценил Работную способность игр Дальше Контры Не выбирался Ну спасибо Что тут танков нет Однако Все же Аээ Также Наш Старый О Фотошоп Ну Мне не кажется Верно Ребят Тут есть Фотошоп И Microsoft Word Ооо Ребят А вот здесь Замах действительно Серьезный Давайте посмотрим Даже Есть Ватсап Есть Вайбер Есть Microsoft Word Фотошоп Еще Adobe Скай программ Ребят Вот это Я хочу Посмотреть Вот эту операционную Систему Я уже Хочу Посмотреть На полный Серьезный Сразу же Я понимаю Что нас Не наебали И Все Права Защищены Ребят Вот это Может стать Помехой Если же Мне не вебу Strike За то Что я выложу Виде со своим Обзором То все Хорошо Потому что Я по этой Операционной Системе Если увижу Хорошие Черты Я буду Говорить О ней Хорошо Если я Увижу В ней Говно Я укажу На это Говно Обязательно Пальцем И после Этого Сделаю Объективную Оценку Они будут Сразу же Кидаться Какашками Прямо В систему Или Наоборот Расваливать Ее полностью Нет Я делал Все под конец А не вначале Поэтому Ребят Спасибо Что Вы меня Высушили И Всем Пока Субтитры Субтитры